Ну, во-первых, всем привет! Меня зовут Аня, я Gooleng Software Engineer. Здесь у нас софтеры уже где-то более года. Вообще, бэкграунд у меня не DevOps и не другой язык. Я вообще до этого была фронт-энд-девелопером. И сегодня я хочу поговорить о такой теме, как распределенная система. На самом деле, откуда я взялась эта тема? Я склонна к более потеноп-подходу к обучению, поэтому многие вещи, с которыми я не сталкивалась, я их не знаю. Но это та тема, которую я поняла, что необходимо для себя понимать на каком-то хотя бы такой high-level уровне, чтобы понимать хотя бы, куда смотреть в момент, когда тебе нужно принимать решение. И я решила сделать на этом тема презентацию. Еще раз подчеркну, что здесь не будет рассматриваться никаких глубоких каких-то корнер-кейсов или конкретных технологий. Мы в основном будем говорить просто о подходах. Окей. Итак, что же такое распределенные системы? Откуда они берутся? Почему существуют? Любую даже самую тривиальную проблему можно превратить в сложную и запутанную систему, если добавить только один фактор – масштабирование. Когда мы работаем практически любой программой, мы хотим в результате получить спрос на то, что мы делаем. И для, в принципе, любого приложения успешный путь развития – это рост. В принципе, неважно, какое это будет приложение, как говорят, соцсети, интернет-магазины, любая система, платформа. И до определенного уровня этот рост, он не создает проблем. Пока все, что мы, все операции, которые мы производим, и все данные, которые у нас есть, помещаются на одну машину. Назовем это так. Ведь та же самая простая задача, как, допустим, получение каких-то данных по ключу, может стать очень непростой, если количество этих данных измеряется, это да, данные. И именно в этот момент разработка может стать намного сложнее. Итак, у нас есть такая цитата. Что же такое распределенная система? Это значит, что это группа компьютеров, которая ведет себя для конечного пользователя как один. У распределенной системы есть определенный набор всех характеристик. То, что компьютеры работают параллельно, это очень логичная вещь. Скорее всего, для этого мы и создавали эту систему. Машины в системе могут фейлиться независимо. То есть мы должны всегда предполагать, что для любого компонента системы в любой момент времени он может перейти в нерабочее состояние. И компоненты не делят стейт. Это значит, что у нас нет какого-то разделенного стейта для компонентов системы или общих часов. Можем рассмотреть изначальный подход на вот такой очень простой проблеме. У нас есть юзер, у него есть юзернейм и у него есть профиль. И по нашему имени пользователя нам надо получать данные, то есть профиль юзера. В нашем примере это то, что мы видим, это такой самый начальный и самый простой способ. Это у нас SingleDB мод. Мы работаем, пришли в одну базу, прочитали по ключу, который, скорее всего, у нас индекс. И все это будет работать очень хорошо и быстро. Но в любом случае, скорее всего, придет момент, когда юзеров станет больше и мы можем, собственно, проседать по большому количеству характеристик. Но для конкретно этого случая, для простоты рассмотрения, мы возьмем только одну характеристику. У нас есть определенный тип машин. Предположим, что мы не можем выбирать то, что нам хочется. То есть у нас есть какой-то определенный тип компьютеров, которые нам доступны. И у них есть диски со скоростью чтения 90 мегабайт в секунду. И есть ответные требования от фронт-энд сервиса, который хочет произведить чтение 50 тысяч реквестов в секунду. То есть вычитывать 50 тысяч записей в секунду. Исходя из этого и только этих параметров. У нас, естественно, будут добавляться всякие параметры на задержку ответа, на нетворкинг, на поиск каких-то данных. Но в целом мы опускаем все это и сейчас ориентируемся только на эти цифры. Уже этого будет достаточным, чтобы понять проблему. Итак, мы можем посчитать, что на самом деле скорость, которая нам нужна для чтения, чтобы обеспечивать 50 тысяч реквестов в секунду, скорость просто чтения должна быть 4-5 гигабайта в секунду, что нам уже не подходит. И это еще без учета того, что данных этих много, пока они вмещаются у нас все на одной машине. Итак, вот наша первая проблема. И решение этой проблемы, я думаю, известно всем. Это реплика чтения. То есть мы создаем некий кластер, в котором у нас есть. Остается все так же один мастер DB, в котором мы производим записи. И мы добавляем реплики для чтения. В нашем случае у меня их получилось 50. То есть у нас получается 50 машин, которые хендлят чтение, и одна, которая у нас работает на запись. Таким образом, что произошло с этого момента? Во-первых, у нас появилась какая-то дополнительная логика по распределению запросов в лот-балансе. Здесь он не показан, но мы все предполагаем, что это есть. И мы создали таким образом проблему. Их даже несколько. Первое, мы усложнили логику. Потому что нам надо добавить лот-балансер, который будет хендлить это все. Второе, мы сломали консистентность. С этого момента, когда мы добавили здесь 50 машин для чтения и одну машину для записи, это значит, что когда мы приходим и редактируем или создаем новый профиль, мы не можем гарантировать, что все реплики, которые есть, уже получили обновление этих данных. То бишь консистентность мы гарантировать больше не можем. И да, read replication абсолютно бесполезна для записей. Поэтому мы можем немного усложнить задачу и перейти к тому, к той ситуации, когда, скажем, у нас 1 миллиард read-файлов и 9 терабайтов размеров диска. И мы понимаем, что больше мы не можем использовать одну машину для записи, так как нам необходимо распределить это как минимум по 10 машинам для записи. И следующий шаг тоже очень известный и популярный – это шардинг. Мы создаем 10 кластеров, из каждого которого есть своя мастер-машина, которая будет принимать записи для чтения, и 50 машин, тех же 50 машин, репли для чтения. У нас появляется какая-то магия в виде DNS-сервера, который будет распределять по нашим кластерам. Здесь я предполагаю, что мы разделяем его по имени пользователя. Допустим, от ADAC это первый и так далее. Итак, какие проблемы могут возникнуть с этим? С этим подходом. Первое – это еще больше сложности. Нам приходится теперь следить за тем, куда обращается запрос на чтение, куда обращается запрос на запись на первом этапе при выборе кластера, и внутри кластера мы все еще должны распределять нагрузку. Второе – это мы ограничиваем себя в виде данных, которые мы храним. И ограничиваем себя в паттерне доступа к ним. То есть, если у нас та ситуация, в которой мы рассматриваем, мы по ключу получаем профиль, все работает отлично. Но как только нам надо будет, скажем, группировать юзеров по каким-то данным в профиле, нам придется опросить все узлы для того, чтобы получить какие-то данные итоговые. Плюс, если это SQL-база данных, то нам приходится производить денормализацию, что в целом не считается хорошим чем-то очень хорошим. Итак, в целом мы рассмотрели сейчас ситуацию, когда мы масштабируемся постепенно. То бишь, мы начинали с чего-то очень маленького, и мы понятия не имели, куда это нас приведет, и это выросло все в такой части. Но есть ситуации, когда вы с самого начала понимаете, что вы будете расти, и вы будете решать все эти проблемы. Для такой ситуации можно использовать немного другой подход. Сначала немножко общего понимания. Есть такой алгоритм consistent hash, в общем смысле это алгоритм, который позволяет при изменении hash таблицы исключать необходимость полного перехеширования данных. Подход к consistent hash, это название, которое можно использовать для описания группы подходов для масштабируемого хранилища данных, или distributed hash table. Также можно услышать Dynamo style database, как ссылка на продукт Амазона. Dynamo это не open-source технология, но она стала парадигмой для этого подхода, и, насколько я помню, Amazon очень много делал продвижений по поводу своей базы и этого подхода в конце. В целом мы будем говорить сейчас просто о концепции в целом. В каждой реализации они отличаются, поэтому будем просто говорить о том, как это в целом работает, как алгоритм. Итак, у нас есть какое-то количество нод, которые ответственны каждой за свой рейндж имен пользователя. В целом это то же самое, что мы делаем при Sharding, но немного по-другому. Когда мы хотим сохранить новый профиль, он нам приходит в виде какого-то имени пользователя. Мы создаем хэш и находим ноду, ответственную за этот ключ, идя как будто по кругу. Каждая нода знает свой рейндж и предыдущий. Итак, если наш ключ 9F72, мы доходим до ноды A000, смотрим, что у нас есть эти значения, смотрим на предыдущие, это 8000, значит, это то, что нам надо, мы сохраняем этот профиль здесь. Ну, и естественно, мы не хотим хранить только одну копию данных, это не будет со старта хорошим подходом, поэтому для этого тут тоже есть решение. Когда мы сохраняем эту копию на той ноде, которая ответственна за нее, мы делаем то же самое и сохраняем на двух следующих. То есть мы снова, мы создаем распределенные реплики. И в целом все это выглядит довольно интересно и просто, но мы снова создали новую проблему, и эта проблема — это опять консистентность. Итак, у нас есть три копии на разных трех компьютерах того, что в целом может изменяться. Если я записываю изменения, и в этот момент одна из реплик по какой-либо причине недоступна, тогда изменения не могут быть сохранены. И тогда в такой ситуации мы обновили данные не на всех компьютерах. Мы не можем гарантировать того, что при следующем чтении данные будут правильные, те, которые последние записаны. И есть некоторые правила для консистентности в распределенных баз данных. Когда мы записываем изменения, должно быть определенное число нод, которые должны подтвердить, что запись произошла. И когда мы читаем, должно быть определенное количество нод, которые должны согласиться с значением. То есть, когда мы записываем изменения, мы говорим, что как минимум две ноды должны успешно сохранить изменения. И только тогда мы будем считать запись успешной. В противном случае это будет ошибка. И точно то же с чтением. То есть, мы должны как минимум две ноды получить данные о том, от двух нод получить данные о том, что эти данные правильные, а не такие. И на этой теме приходим к тому, что же такое консистентная система. Итак, Strong Consistent System это та система, в которой сохраняется следующее правило. Если количество репликов, из которых мы читаем, плюс количество реплик, в которым мы пишем, больше, чем n, то есть, общее количество реплик, тогда эта система консистентная. В таком случае мы можем контролировать консистентность. Мы можем ее контролировать ценой задержки ответа в нашем случае. То есть, если нам, если у нас есть ситуация, когда нам не важно последнее это обновление или не последнее обновление, нам надо быстро получить ответ. То есть, нам надо прийти и получить просто волниеносный ответ. Мы записываем изменения на одну реплику и считаем, что все пришло успешно. Но понимаем для себя, что в любой момент времени, когда данные для чтения могут быть неактуальны. В противном случае мы будем придерживать свои правила и в целом получим сильную консистентность. И дальше хотел бы поговорить о капте реми. В 2000 году Эрик Брюер сделал доклад на конференции по Distributed Computing и сказал, что распределенная база данных никогда не сможет гарантировать consistency, availability and partition tolerance. То есть, не сможет быть и консистентной, и доступной, и устойчивой к разделению одновременно. Это был конкретный вывод на базе его опыта. И вот через несколько лет на самом деле эта мысль была формализирована, доказана несколькими профессионарами MIT и стала тем, что мы знаем сейчас. Это капте реми. Итак, что же это такое? Консистентность или согласованность. Это качество распределенной базы данных, при котором, когда мы выполняем чтение, мы всегда получаем то, что было наиболее недавно записано. то есть, последнюю версию записи. Availability или доступность. Если мы делаем запрос, то мы ожидаем получить ответ не ошибки. То есть, мы всегда ожидаем получить ответ от машин. И третье, partition tolerance, устойчивость к разделению. И это значит, что мы разделяем нашу систему, наши данные на несколько изолированных секций, и это не приводит к некорректности ответа, каждая из них в отдельности. То есть, если одна из нод станет недоступна на время, затем снова вернется, то течение с этой ноды должно быть корректным. Мы должны получить то, что мы ожидаем. И с учетом этой теоремы мы не можем иметь все три характеристики одновременно. То есть, мы можем сказать, что мы должны выбирать, если нам не так важна консистентность, но мы хотим получать ответ, мы можем это делать, не согласовывая его. То есть, например, если Долнот была недоступна на какое-то время по запросу, к ней мы получим ответ сразу, и это будет AP-система. Если нам важна консистентность, то в целом мы можем пожертвовать доступностью и на какой-то момент отвечать ошибкой, если данные не консистентны, и так далее. В реальности на самом деле все не так плохо. Дальше у меня в списке рекомендованных ссылок есть ссылка на уже не новую статью, но там рассказывается в целом, что изменилось и какие есть методы для работы с распределенными системами, чтобы не постоянно гарантировать все три необходимые составляющие, но варьировать их достаточно, чтобы иметь нужную вам систему. И когда мы храним данные на разных машинах, у нас разбросаны данные по большому количеству машин, скорее всего мы захотим использовать эти данные немного сложнее, чем это было в примере. то есть мы захотим производить какие-то вычисления. Есть несколько подходов для выполнения распределенных вычислений и сейчас мы рассмотрим буквально пару из них. Первое это MapReduce. Это общий подход для распределенных вычислений, где мы выполняем вычисления на множестве индивидуальных нот и там, где выполняется этот процесс обычно находятся и данные. Идея доступа к данным здесь ключевая. То есть до какого-то момента данные остаются не перемещаются. MapReduce в целом довольно старый паттерн и у него есть имплементация Hadoop, которому уже более чем 10 лет и он практически легаси. Так что в целом это очень широко известный и используемый паттерн на сейчас. MapReduce это математическая абстракция и ключевое, что выходит из его названия это то, что все вычисления выполняются в двух функциях. Map и Reduce. Второе это то, что мы работаем в большинстве с данными, где они находятся и отдаем только обработанный результат вычисления. И самый распространенный пример задачи для MapReduce, на котором объясняется во всех книжках, учебниках и презентациях это подсчет слов. И по этому примеру у нас есть некоторые входные данные, на втором этапе мы разделяем эти данные по машинам. Это может на самом деле не происходить, возможно у вас уже данные лежат на тех машинах, на которых вы будете выполнять эту калькуляцию. И переходим к этапу Map. В этой функции исходные данные преобразуется в вид ключ-значения. Мы здесь не производим подсчет слов. Мы просто делаем ключ, это слово, которое мы видели, и отмечаем, что видели его один раз. А вот далее на этапе Shuffle мы группируем данные по ключу и распределяем их по редюсерам. И наконец выполняем редюс, в котором производится подсчет слов и возвращается результат. у этого подхода есть однозначно множество положительных сторон, не зря его используют и по сей день. И во-первых, это нам позволяет масштабироваться практически неограниченно. То есть при правильной реализации мы не упремся в какой-то лимит, в какой-то момент времени. Второе, лично для меня, он интуитивно понятен. То есть вот этот флоу, он интуитивно понятен для реализации. Но есть некоторая негибкость в этом подходе и сложность его имплементации, потому что здесь все довольно определено. И иногда, когда вы выходите за рамки того, что есть здесь, то есть вам необходимо делать что-то немного другое, это может быть сложно. Итак, мы рассмотрели в Matproduce тот случай, когда у нас все данные уже есть, то есть они у нас есть, они где-то хранятся, в каких-то машинах, они просто отдыхают. Но есть и другая ситуация, и для такой ситуации мы можем использовать стриминг процессинг. Это обработка потоков событий. модель направлена на обработку именно потока данных, то есть при таком подходе мы понимаем, что нет данных, которые необходимы физически хранить. Мы работаем с событиями и получаем результат в реальном времени, не учитывая какие-то задержки. и все только потоки. Типичная реализация стриминга процессинга, стриминга модели содержит в себе какое-то число издателей, которые генерируют новые события и сета подписчиков, консюмеров, которые обрабатывают эти события. И так вся работа организована с событиями в реальном времени, и этими событиями на самом деле могут быть любые объекты, такие как финансовые транзакции или пользовательские действия или метрики приложения. Продюсер может генерировать входные данные, отправлять оповещения или вплоть до того, что генерировать новый поток, который может быть обработан другими консюмерами. У такого подхода однозначно есть множество преимуществ. Это маленькая задержка. Система может обрабатывать события и реагировать на них моментально. Для некоторых приложений, где есть нескончаемый поток данных, это будет очень естественная архитектура. И третье это то, что вместо того, чтобы собирать данные, накапливать их до каких-то порций для обработки, обработка выполняется из потока, как только поступят данные. Вот. На этом все. Это был такой очень, еще раз, поверхностный обзор. И по этой теме есть очень много информации. И у всего, что мы обсудили, есть множество конкретных имплементаций, которые неплохо бы просто даже для себя несмотря на то, что там некоторые из них устаревшие, но их все равно стоит рассмотреть. И пожалуй, по каждой из них можно не один час рассказывать. Также я хочу посоветовать всем, кто возможно каким-то образом пропустил выступление нашего коллеги по дистрибьюзи консенсусу, обратить внимание, есть ссылочка здесь в useful links. Окей, спасибо всем. Дякую, Можешь рассказать по посыланиям троски дистрибьюзи? Да, первое это ссылка на видео, в котором больше, это видео на самом деле больше, чем час, в котором инженер Google рассказывает о том, как происходило, как происходили изменения в Google, как они росли, от самого маленького и до какого-то момента. Очень полезные вещи, он там очень тоже поверхностно, но очень интересно рассказывает про многие вещи, в частности о back of envelope расчетах, очень рекомендую, если это интересно, посмотреть. Вторая ссылочка это то, о чем я говорила, как теорема, что изменилось за 12 лет. очень интересные, тоже рекомендую ознакомиться. Еще одна тема, которую я здесь не раскрыла, но она на самом деле тоже важна, это distributed transactions и следующая ссылочка как раз это такой, так сказать, overview того, что там есть. Дальше здесь есть numbers that everyone should know, это так больше как для справочной информации, это latency numbers, ну и последняя это ссылка на презентацию нашего коллеги. Яко думаю, но все на початку березня або в конце лютого А якщо у вас є якісь побажання Ну це буде у Львові звісно та побажання по темам по виступам теж звертайтесь до мене в принципе в принципе це все може є запитання до Ані есть вопрос да для маппродюсер есть какие-то решения на Гоу я не скажу есть ли решение на Гоу я знаю что я знаю что Hadoop насколько я помню это Java не уверена есть ли там что-то другое потому что то что я видела то что я пробовала это было Java есть еще Spark возможно возможно у Spark более гибкий у Spark есть поддержка как маппродюсер так и стриминг модели и он поддерживает разнообразных видов хранилища данных потому что у Hadoop это четкая привязка к их хранилищу и возможно у Spark есть возможно можно об этом можно можно посмотреть на Spark окей спасибо еще вопрос наверно к присутствующим в общем здесь кто-то у себя на проекте когда-то использовал sharding пиша тебе буду вид по идее мы не знаешь еще таких хода найти мне просто интересно насколько это действительно используется это действительно используется в проектах все в сервере имею ввиду на самом деле это то что то что нет не так много людей говорит что да мы все использовали это ну объясняется тем какие проблемы вытекают из такого подхода ну на самом деле до определенного момента да пытаются этого не делать и для больших хранилищ данных есть уже готовые там решения типа Cassandra есть DynamoDB которые сделаны именно для работы именно для масштабирования есть Google Bigtable ну то есть это это объяснение почему возможно не все и я лично не использовала шардинг в реальной жизни ну то есть на продакшене никогда не было такого Ну тут я надзянку я Настя Крупикова я не знаю чего она не сообщение которые я отвечаю недо posição 번 opportunity я шо? Я Io Я ja Вас на проекте сортининг не використованица? ну у нас Ксандра, вона типа делает свой suome partitioning сама но обе ну но это не Yahoo це не шардинг в чистом виде это как раз одно из который поддерживает подход к консистент хэшинг и это это немножко другое ну это типа партиши, ну и вин робится сам и мы для этого мало что робим просто допустим в кассандре добавлять новые узлы это не такая проблема как это будет допустим если мы будем использовать просто шардинг я думаю еще пытание вытерпано а просто шардинг это как? ну я имею ввиду классический подход допустим на SQL базе данных которые у нас есть я не знаю SQL или можно не SQL то есть распределение данных просто по кластерам ну без подхода который использует кассандра ну без подхода который использует кассандра это вполне используется в монго но как заявляется это совсем не сложно ну я лучше помолчу это, ну как, это, ну это, ну это, я не знаю, использование совсем, ну это сложно ну на самом деле если понимать как это происходит там внутри, то это непросто шардинг в монге тоже, я знаю, достаточно непростой как реализация да, при шардинге в монго треба знати напорез сколько в тебе будет нод если додавать ноду на ходу, то это приведет до даунтайма в зависимости от данных, даунтайм может быть очень долго ну да, потому что там получается полностью перехешируется все что хранилось так, как бы, как бы, как бы, з-довни някой застиль не потребна, но монга просто не відповидая, потому что она перекидывает там все значения между ними Вань, там не совсем так, она перекидывает их частями, да, даунтайм есть, но она не полностью перехеширует, она его пересчитывает, перебрасывает там действительно частями то есть не все записи с одного шарда попадают да, 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 естественно не все, но вот этот процесс, это уже как потрапит да Кассандры трошки зручнее, чтобы мне сдать Добренько, я тогда всем дякую, хорошего всем тижня, встретимся через два тижня Папа Папа